Заболело 7 человек, все они дети до года. Эпидемии кори в Актюбе нет, об этом с уверенностью заявляют руководители Департамента по охране здоровья. В данный момент лечения от данной болезни получают 7 детей. С 8 по 11 января на территории области прошло ОПМ-учет. Актюбинские полицейские проверили по месту жительства более 100 подучетных лиц и поставили на учет 35 человек. Снегопад, метель и сильный ветер ожидаются в западных и северо-западных районах Казахстана 12-14 января, сообщает КАЗ Гидромет. С районов Черного моря на Казахстан смещаются атмосферные фронты, под влиянием которых отрок сибирского антициклона начнет разрушаться, а температура воздуха повышаться в большинстве областей республики. Но в западных и северо-западных районах вместе с повышением ожидаются снегопады, местами метели и сильный порывистый ветер, говорится в сообщении. Эпидемии кори в Актюбе нет. Об этом с уверенностью сегодня заявили руководители Департамента по охране общественного здоровья. В данный момент лечение от данной болезни получают 7 детей. Также в области с целью профилактики распространения кори создан областной штаб. Проводятся все необходимые профилактические меры. 7 человек, все они дети до года, по тем или иным причинам, которые не получали вакцину. Из медицинской отводы некоторые родители отказывались от вакцинации. В Департаменте продлина противопедимые мероприятия в очаге инфекционных заболеваний. Обделены контактные лица, все они взяты под медицинское наблюдение. Производителям придется открыто сообщать о содержании заменителей молочных жиров продуктов. Об этом сообщают интернет-издания. С сегодняшнего дня, согласно техрегламенту Таможенного союза, производители молоко, содержащей продукции с добавлением растительных жиров, должны открыто маркировать упаковки. То, что в состав входит заменители, должно быть обозначено явно. Также текст с шрифтом не менее 2,5 мм должны наноситься на лицевой стороне упаковки или этикетки. Что думают об этом актюбинцы, узнавала наша съемочная группа. К очкам не привыкла. У меня нет еще привычки очки носить в сумке. Вечных дома забываю. И когда заходишь в магазин, ничего не видно. Желательно, конечно, чтобы было покрупнее написано. И жирность, чтобы тоже было крупным написано. Это тоже немаловажно. Леют диабетами, поэтому для них желательно знать, какая там именится жирность. Ну и так, конечно, наши молочные продукции желательно. Мы тоже знаем, что это именно наше, казахстанское. Чтобы писали, важно. Ну, нет, не обязательно. Ну, как бы, чтобы было доступно, как говорится, для пожилых людей также, которые плохо видят. Да, люди, чтобы знали, чтобы срок не прошедший был. С 8 по 11 января на территорию области прошло ОПМ-учет. Октябрьские полицейские за три дня проведения оперативно-профилактического мероприятия только по Астанинскому району провели по месту жительства более 100 подучетных лиц и поставили на учет 31 человека. То есть нельзя после 22.00 часов покидать место жительства, потреблять спиртные напитки, не должны в отношении вас поступать какие-либо жалобы, посещать увеселительные заведения. Вы знаете, да, свои ограничения? Знают, конечно. Помимо знакомства с жителями своего участка, в ходе ОПМ инспекторы полиции получают возможность выявить факты правонарушений или незаконного проживания. В ходе проверки частенько попадаются наркоманы и проститутки, незаконные иммигранты, граждане, сдающие квартиры в наем, в обход закона. С 8 по 11 января на территории Актюбинской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие ОПМ-учет в целях профилактики и предупреждения рецидивной преступности в сфере семейно-бытовых отношений, состояния алкогольного опьянения, своевременного выявления и постановки на учет лиц, состоящих на учете органов внутренних дел, склонных к совершению преступлений, а также выявления нарушений со стороны лиц, состоящих у нас на учете по категории условно-срочно освобожденный. Работа в течение нескольких дней ОПМ велась в усиленном режиме, но и в обычное время она не прекращается. Обходы совершаются ежедневно в вечернее время суток, и чтобы жители могли легко и быстро связаться со своими участковыми, им вручаются визитки с контактами. В ход идут и современные средства связи, СМС-рассылки и так далее. Антон Пережогин, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Октюбинские полицейские подвели итоги ОПМ-каникулы. Оперативно-профилактическое мероприятие на территории области проводилось со 2 по 9 января. ОПМ была организована в целях профилактики подростковой преступности, пресечения фактов нахождения несовершеннолетних в ночное время вне дома, без родителей, а также продажи несовершеннолетним алкоголя. В ходе реализации запланированных мероприятий инспекторами ювенальной полиции проводились рейдовые отработки по дворах, парках и местах массовых скоплений молодежи в развлекательных заведениях. В результате оперативно-профилактического мероприятия в ОВД доставлено 216 несовершеннолетних, в том числе 208 за нахождение и без сопровождения законных представителей вне жилища с 23.00 до 6.00 часов утра. В ходе ОПМ инспекторами ювенальной полиции проводились рейдовые отработки во дворах, парках, развлекательных заведениях и местах массового скопления молодежи. В результате оперативно-профилактического мероприятия в ОВД доставлено 216 несовершеннолетних, в том числе 208 за нахождение без сопровождения законных представителей вне жилища после 23.00. 22 родителя привлечены к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. На учет ОВД поставлено 28 подростков, из которых 5 за безнадзорность и беспризорность. В московском аэропорту Внуково совершил вынужденную посадку пассажирский «Боинг» авиакомпании «Руслайн». На борту лайнера находились почти 50 человек, пострадавших нет. Самолет вылетел утром в Белгород. Однако после взлета на борту сработала аварийная лампочка датчика температуры. В итоге командир судна принял решение вернуться в аэропорт вылета и дополнительно проверить самолет. В настоящее время все обстоятельства инцидента выясняются, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы России. О других событиях страны и мира смотрите в следующей подборке. В Европе жертвами непогоды стали уже минимум 17 человек. Примерно 2000 человек заблокированы в своих домах из-за сильного снегопада. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время снег усилится. К выходным может выпасть еще до двух метров осадков. Хотя в некоторых районах сугробы уже выше трех метров. Красный уровень метеоопасности сохраняется для всей юго-восточной части Германии и большей части Австрии. В Германии отменили чемпионат Европы по скелетону в австрийских Альпах. Многие горнолыжные курорты закрыты из-за угрозы лавины. Из некоторых эвакуированы все туристы. Временная приостановка работы правительства США, известная как шатдаун, обходится бюджетом в 1 миллиард долларов в неделю, сообщает BBC. По информации изданий, шатдаун США начался 21 декабря прошлого года и, скорее всего, станет самым продолжительным в истории США. Как сообщается, шатдаун затронул работу НАСА, различных министерств, национальных парков, музеев, налоговой службы. Напомним, президент США Дональд Трамп потребовал у Конгресса более 5 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой для прекращения потока нелегальных мигрантов. Конгресс отказал в выделении этой суммы. США начали вывозить из Сирии военную технику. Это делается в соответствии с планами штатов по выводу войск. Первая партия наземной военной техники уже покинула страну. Сообщается, что сначала США выведут свои силы из северной части Сирии. Руководить выводом войск будет Центральное командование вооруженных сил. В Сирии находится более 2000 американских военнослужащих. Их вывод займет от 60 до 100 дней. О том, что США будут выводить свои войска из Сирии, президент Трамп заявил 19 декабря прошлого года. Он объявил, что победа над террористической группировкой. Исламское государство уже одержано. И у США больше нет причин оставаться в Сирии. Армия стала опорой Николаса Мадуро, вступившего накануне во второй раз в должность президента Венесуэлы. После традиционного принесения присяги в Верховном суде в присутствии глав государства и правительств редких союзников состоял церемония военной академии Каракаса. Организация американских государств и члены группы Лимы. За исключением Мексики отказались считать легитимным новый президентский срок Мадуро. Парагвай объявил о разрыве дипотношений. Ранее Хуан Гуайда, председатель находящегося под контролем оппозиции парламента Венесуэлы, призвал вооруженные силы не подчиняться главе государства, обвинив его в узурфации власти. Запретить на три месяца ввоз бензина с железнодорожным транспортом из России намерен Казахстан, сообщается в представленном сегодня проекте приказа Министерства энергетики. Напомним, ранее агентство Кастак сообщало о планах Минэнерго ввести шестимесячный запрет на вывоз автомобильным транспортом из Казахстана на территории государственных членов Евразийского экономического союза дизельного топлива. Суд по уголовным делам в Туркестанской области вынес приговор по делу об изнасиловании 8-летнего мальчика села Абай. Подросток от 2002 года рождения приговорен к 7 годам в колонии средней безопасности для несовершеннолетних. Кроме того, после отбытия наказания ему запрещается два года работать с несовершеннолетними, сказал судья Самиддин Демиралиев. Напомним, в марте в селе Абай Сырагашского района Туркестанской области бабушка ребенка заявила, что в отношении ее внука совершались неоднократные издевательства сексуального характера. Главное судебное разбирательство по делу Бергеер и Скалиева завершено в Атырау сообщает пресс-служба специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области. На скамье подсудимых по данному делу находились 22 человека, среди которых бывшие чиновники различного уровня, работники частных подрядных компаний. Все обвиняемые приговорены к срокам от 2,5 до 15 лет лишения свободы. Сам Раскалиев объявлен в международный розыск. Следствие считает, что он организовал преступное сообщество, в которое входили три организованные преступные группировки, созданные с 2008 по 2011 годы. Указанные группировки обвиняются в хищениях на сумму более 71 миллиарда бюджетных средств. Сразу после рекламы вы увидите. О методах антикоррупционной борьбы в сфере образования сегодня говорили в медколледже. Сегодня здесь завершилось недельное мероприятие, посвященное борьбе с коррупцией. Нурсултан Назарбаев. Эпоха, личность общества. Сегодня с фондовой выставки первого президента ознакомились Аким Города, Ильяс Испанов и ветераны. Молодежно-хоккейная команда Актубе лидирует в казахстанской лиге без поражений. На данный момент актюбинцы набрали 53 очка, сыграв 18 игр. Покупайте лотерейные билеты Телебинго. Смотрите, играйте и выигрывайте каждую субботу с 22 декабря. Подробности на сайте sjuldis.kz Жақсы куру және адемы көрнуде сізге Дива Оптика көмектеседі. Күннен қорғаныс айнегі көзілдірік жектемесінің жаңа модельдері. Арзанбаға куру сапасымен шебер жұмысы тегін. Бұның барлығы Дива Оптика салонымен бірге. Алекош бүтегінде баланызды сәнді және жарасынды етіп кейіндіріміз. Жаңа туған бұбектен 14 жасар алғындағы балларға Турция мен Гуанжоудан сәнді кейіндердің соңғы тұптамасы. Мерекелік, күнделікті, сұртқы кейім, көйлек, бешпенттер мен әшекелер барлық маусымғарналған толық тұптама. Ал Алекош сересі сіздің баланызға жарасынды өзіндік келбетін табуға көмектеседі. Ал Алекош баулар сәнді кейіндер бұтиға алғырталыға егінчі хабады. АРТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАН О методах антикоррупционной борьбы в сфере образования сегодня говорили в стенах медколледжа. Сегодня здесь завершилось недельное мероприятие, посвященное проекту «Санала-уірпах жархан-булашак». Напомним, в регионе уже не первый день проходит республиканский проект, в рамках которого студенты вузов и учащиеся колледжи принимают участие в марафоне «Эстафете», предусматривающий проведение антикоррупционных лекций и культурно-массовых мероприятий. Организаторами являются Департамент агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции совместно с общественным объединением «Выбор молодых Актубе». Целью проекта является формирование антикоррупционного мировоззрения у молодых людей, внедрение принципа академической честности в учебных заведениях. В связи с чем в четырех высших и 37 среднеспециальных учебных заведениях созданы клубы, куда вошли активные студенты, нацеленные жить в стране, свободной от коррупции. В эти дни в историко-краеведческом музее «Аншлаг». Сегодня культурное заведение посетили Аким города Ильяс Испанов и ветераны. Вместе они ознакомились с выставкой «Нурсултан Назарбаев. Эпоха. Личность. Общество». Напомним, фондовая выставка первого президента работает в Актубине первый месяц. Обзорные экскурсии завершатся 20 января. Впечатлили ли экспонаты городоначальника и старшее поколение? Узнавали наши корреспонденты. Километровой очереди и пробок на подъездах к храму культуры с утра сегодня, конечно, не было. Но, тем не менее, наплыв посетителей в историко-краеведческий музей в эти дни наблюдается. При этом основной состав среди посетителей выставки – школьники. Старшее поколение уверено, что экскурсия произведет неизгладимое впечатление на всех. «Приезжает с района, приезжает с городских школ, приезжает. У меня дети живут напротив этого музея, я вижу сахон, нескончаемый поток людей. Приезжает в автобусах, так, пешком приезжает». Возможность полюбоваться на экспонаты сегодня появилась и у почетных ветеранов нашей области. Вот в новый музей пришли три подруги. По совместительству – солистки местного хора «Наставник». Об уникальной коллекции высших государственных наград Нурсултана Назарбаева в деталях им рассказывают сотрудницы музея. И нужно заметить, экскурсии проходят живо, активно и интересно. Потому что совсем одно – постоять у витрины и прочитать, что за экспонаты находятся за стеклом и как они называются. Ну и совсем другое – услышать истории экспонатов из уст знающего человека. «У меня, например, щемит сердце, потому что мы очень такие все чувствительные люди. И благодарны тем, кто придумал вот эту идею, огромный музей. Потому что там, в том маленьком, вы же знаете, там очень мало было. Я сама учитель. Часто водила детей на экскурсию. И той отрадной, я не знаю, дачи, которая должна быть, я посчитала только вот здесь. Значит, сам дух прям такой прошлого, истории нашей. Я не знаю, благодарна очень даже за то, что нас сегодня пригласили сюда». Итак, под стеклом размещены ордена и награды, которых удостоился президент Назарбаев. Как видно, их немало. Все награды, врученные Ельбасе, свидетельствуют о высоком международном авторитете главы государства и признательности нашему народу за развитие, дружбы и согласие, уточняют экскурсоводы музея. Вот орден Зайда – высшая государственная награда Объединенных Арабских Эмиратов. Сегодня эта награда не оставила равнодушным и главу города. Ириасу Испанову, как оказалось, нравится именно этот орден. Кстати, это самое дорогое изделие по содержанию драгоценных металлов и камней. Бриллианты, рубины, изумруды и золото – все очень дорого. Но султана Назарбаева наградили им 10 лет назад. Вручено было только 9. Один из них – нашему президенту. Вот здесь можно его посмотреть. Очень дорогой экспонам. А вам хотелось бы лично тоже иметь такие награды? Все, кто заходит сюда, я им желаю, чтобы они тоже удостоились таких больших наград. Потому что мы должны стремиться. Стимул, чтобы работать над собой, учиться, трудиться, быть честным. Вместе строить такое государство. На выставке «Нурсултан Назарбаев. Эпоха. Личность. Общество» есть интересные книги с дарственными надписями глав государства и казахстанских авторов. А также труды Нурсултана Назарбаева на иностранных языках. В гости музея говорят, что маркетинговая служба музея грамотно подошла к вопросу повышения привлекательности и посещаемости выставки. А те, кто еще не успел посмотреть столичную выставку, должны поторопиться. Ведь обзорные экскурсии будут проходить до 20 января. Молодым людям нужно, обязательно нужно, нужно молодежь приучать к истории. И нужно прямо вот науку, как все это специально делать. Такие занятия, чтобы именно с детства гнали эти истории, как взрослые жизни, и они уже понимали, что это значит. Лиза Цакива, Сергей Калашников. Программа «Факт». Молодежная хоккейная команда «Актубе» лидирует в казахстанской лиге без поражений. На данный момент наши ребята набрали 53 очка, сыграв 18 игр. В 17 из них актюбинцы выиграли в основное время и один в дополнительное. Команда была создана по инициативе Акима области и казахстанской федерации хоккея. На сегодняшний день мы провели 18 игр, и все 18 мы выиграли. Из них 17 мы выиграли в основное время, а одну игру мы выиграли в овертайме. Соответственно, вы все знаете турнирную таблицу. Мы сейчас вторые, но вторые, потому что мы провели чуть меньше игр. Но средняя статистика показывает, что если мы будем так же играть, в принципе, у нас никаких проблем не должно быть к концу сезона. Первая игра хоккейной команды «Октюбе» состоялась в октябре прошлого года на презентованной ледовой арене. Тогда актюбинская молодежка выиграла у команды «Кулагер» из Петропавловска 7-0. На сегодняшний день наши хоккеисты уже удостоились звания лучших бомбардиров, защитников и вратарей молодежной лиги. Сейчас в команде играют два актюбинских спортсмена, остальные – легионеры из России. Для развития собственного потенциала на базе хоккейного клуба открылась бесплатная хоккейная академия для юных талантов. Ведется набор детей 2011-2013 годов рождения. В Джакарте продолжается чемпионат Азии по велотреку. В очередной соревновательный день казахстанской команде удалось завоевать четыре медали, передает Казинформ. Так бронзовой медалью отметились юниорки в Омниуме. Юниоры поднялись на вторую ступень пьедестала, завоевав серебро в Керенте. Также в спринте успешно выступили и мужчины. Они финишировали на третьем месте. Мужская команда Казахстана завоевала бронзовую медаль в командной гонке преследования. О других новостях спорта смотрите в следующей подборке. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Есть квартира. Рахмет. Есть машина. Рахмет. А все для дома и автомобиля. Купим в новом торговом доме Рахмет. Двери, электротовары, стройматериалы, автохимия, масла, автозапчасти. И все для вашего комфорта. Кафетерий, столовая, сдаем в аренду торговые площади, контейнеры и уютные офисы на третьем этаже. Новый торговый дом Рахмет. Проспект Кенеса Нокина, 12. Напротив автоярмарки. Сіздің үйіңіздің жедел сатсы жұмыс жасайды ма? Оны жаңадан ауыстырыңыз келеді ме? Кандоминиум, немесе, кейска үшін қадамдық мұсқаулық. Тұрғындардың жалпы жиналысы жедел сатына ауыстыруға келісін береді. Тұрғыны қатнастар бөлімі аператорына өтініш береміз. Жобал үйімен бірге ақаулы актпен смета жасаймыз. Тұрғындардың жалпы жиналысында жұмыс көлемін қадағалау ғарналған соңманы және бастамашыл топты бектеміз. Мердігерлік үйімді таңдаймыз. Аператордың есепшотына мерзімі жеті жылға дейін бөліп төлі ұтуралы аператор және пәтер елермен бірге шарт жасаймыз. Жұмыс аяқталғаннан кейін қабылдау комиссиясының актісіне қол қойамыз. Барлығы оп оңай жедел саты жұмыс жасайды, жайылықты бәрі бағалайды.